В иностранных армиях В иностранных армиях Афганистан Новые назначения Президент Мохаммад Ашрафгани подписал указ о назначении командующим силами специального назначения Афганской национальной армии, АНА, генерал-лейтенанта Мохаммада Фарид Хана Ахмади. До этого назначения он возглавлял Объединенный центр специальных операций корпуса специальных операций АНА. Ранее спецназом АНА командовал генерал-лейтенант Бесмилов Вазири, который с 12 марта является начальником генерального штаба АНА. Мохаммад Фарид Ахмади базовое военное образование получил в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище, офицерскую службу начинал командиром парашютно-десантного взвода. В последующем учился на Западе в военной академии США и Лондонском королевском военном колледже. С США на дальность до 499 километров в США на полигоне испытывается усовершенствованная боеголовка для новой баллистической ракеты. На Западе эту ракету считают аналогом российского оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». По словам представителей компании Raytheon, разработчика изделия, боеголовка превзошла заявленные американской армией характеристики. Первые летные испытания самой ракеты планируется провести в конце этого года. Она призвана заменить признанные устаревшими ракеты семейства. Предлагает ее в рамках программы ракеты точного удара. Разработчики заверяют, что удвоит огневую мощь и снизит стоимость изделия. Проведен успешный испытательный запуск баллистической ракеты «Шахин-2», которая может оснащаться как обычной, так и ядерной боевой частью. Об этом заявлено в четверг. Пакистан провел успешный тренировочный пуск ракеты класса «Земля-Земля-Шахин-2», сообщила пресс-служба Вооруженных сил Пакистана 23 мая. Учебный запуск был совершен с целью обеспечения оперативной готовности командования стратегических сил армии. Ракета «Шахин-2» способна поражать цели на удалении до 1,5 тысячи км. Первые успешные испытания данной ракеты прошли в 2004 году, на вооружение она была принята в 2014 году. Украина. Орудие для танков. На Украине заявили о создании собственной танковой пушки, разработанной Старокроматорским машиностроительным заводом «Донецкая область». 16 мая она была представлена экспертом. Сообщается, что пушка ГБ-3 прошла полный цикл испытаний, из нее произведено 700 выстрелов подкалиберными снарядами с подтверждением всех требований. Старокроматорский машиностроительный завод заявляет о готовности производить всю линейку артиллерийских стволов от 125 до 155 мм, гладкоствольных и нарезных. Пушка предназначена для установки на танки Т-80УТ, Т-84И АПЛОТ. Ее также используют при модернизации танка Т-64. По сообщениям информагентств.